В каком году? Нормальный звук? Вроде, да. Оператор ебнулся. Сидит. В каком году? Нормальный звук? Вроде, да. Сам с собой. Привет, парни. Привет, парни. Кто эти парни? Микроинтервью. Как проходит ваш день? Что сегодня делали? Как в целом настроение? Ну, эта бабулька спала как бы в отеле. Я сегодня отказал номер, они ездили на арену. А я весь день был на арене. Болел за Бобинского из НИПов. И все. За остальных не болел. Сейчас мы с вами будем играть в игру. Настольную. Настольная игра. У вас в тарелке лежат конфеты разных вкусов. До слез. Конфеты одного цвета подразделяются на два вкуса. Я могу перечислить, какие есть вкусы. Давай перечислим сразу. Смотри. Есть. Красная конфетка, вишня или сироп от каши. Синяя конфета, голубика или зубная паста. Белая пинаколада или прокисшее молоко. Мне кажется, это самое говно реально. И тут белых больше всего. Манго или сырый краб. Сырый краб тоже звучит как дерьмо. Зеленое яблоко или брюссельская капуста. И шоколад или острое мясо. Вообще, самое такие хардовое, это зелененькое и белое. Парни, ну правила вы уже знаете. Парни. То есть, я задаю вопрос. Так. Правила. Ты задаешь вопрос, мы отвечаем. Кто не отвечает, тот я с конфеткой. Все, поехали. Стартуем. Что за душка ведущего? Ладно, давайте стартанем с кого. Давай каминушку. Давай. Сразу или что? Давай контормалим. Давай контормалим мужчину. Давай. Раз, два, три. 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 Я всегда проигрываю эту игру. Соло? Он начинает, я выбираю. Ну что, вопрос, поехали, я лучший. Подожди, секунду. Правило, если он не отвечает, он ест, правильно? Ну да. Если он отвечает, никто не ест. Все, все, все. Поехали. Первый вопрос. Так. В каком году? Так, я предлагаю, если он отвечает, я ем. Тогда не хватит конфеток. Да, слышно, не хватит. А, тогда поехали, все, так отвечаем. Давайте так. В каком году вышла операция Velvet Shell? Velvet Shell? Ну смотри, смотри. А я и чувствую себя в каком полугодии. Смотри, идет Black Eyes, Dust Line. Не надо себе перечитать 15. Не, не, Dust Line. Вб,вб, по-секому Вб. Вот я же говорю, это's a random. Я думаю, 16. А вот 16-го? Ну надо именно год вызывать, или там типа второй год, и третий. В каком году вопрос? Ну это без шансов. В смысле? Сейчас какой? Ну да. Сейчас, 15. 2015, да? Не, не, подожди, подожди, подожди. Я ведь не буду подсказывать, я же съем говно. Так, смотрите. Ну пусть будет 17-й. И это правильный ответ. Изи. Как же я знал изначально, я просто натворялся. Давай, крути барабан. Это... Красная таблетка. Я буду так вот. Ну-ка. Жуй. Зачем жевать? Надо жевать, чтобы вкус прочувствовать. Да что ж. Ну-ка. Это либо вишня, либо сироп от каши. Что это? Сироп сразу чувствуешь. Сироп, сироп. Померим. Сиропчик. Как я говорю, это лайтовенько. Ну чисто гордо болит, сиропчик закину. Ну это повезло. Белое, зеленое или желтое? Померим. Вот там реально померим. Давай, крути, отвечай, отвечай. Задавай вопрос. Вопрос джойстику номер два. Какому известному комментатору Rainbow Six принадлежит фраза? Когда команды встречаются во время реванша в Rainbow Six, проигравшая в прошлый раз команда в 80% случаев побеждает? Короче, можешь есть. Ты выбираешь МГ или нет? Не знаю. Ну, известный комментатор. Ну, это радовный. Кикштаб. Неправильный ответ. Правильный ответ Интеро. Ну, тут два варианта было и мило. Получается джойстик есть еще одну. Тоже самое. Тоже самое. Как не работает. Не-не-не, так не надо. Синенькую. Игроки сами устанавливают правила. Либо голубика, либо зубная паста. Так, посмотрим. Это лайк, это лайк. Зубную пасту каждый день мы едим. Просто так. Вместо завтрака. Зубная паста. Повезло. Я ее уже ел. Самый лакий, чувак. Потому что я... Показываю. Тогда отвечать на вопросы. Давай. Вопрос, да, номер три. Этого кастера часто называют пульсом из-за гладко выбритой головы. Ну, это что за вопрос? О ком речь? Ты клоун? О ком речь? Ты... Ну... Это, наверное, не кастер, это хост же. Ну, да. Ну, это хост, это этот. Мэтт Эндридс. Да. Правильный ответ. Джойстик ест третью конфету. До слез. Крути барабан. Да что за бред? Подкрутка. Белая. Вообще за фаста. Вообще за фаста. Потому что там либо пиноколад, либо прокисшее молоко. Вообще бы пиноколад заступился просто. Пиноколад. Я говорил. Я говорил. Я сначала показал, что вот нотки говна какую-то. Переходим к следующему вопросу для Джойстика. Как на самом деле зовут оперативника Мира? Помнишь, что ты сказал, что такое говно как-нибудь? Да, да. Можно хотя бы не полное имя, а только первое. Не полное имя. Маруся. Очень близко. Но есть что-то такое. Ее зовут Елена Мария Альварес. Я думаю, мы можем зачитать ответ Джойстику. Мы можем, давайте. И угостить Даной конфетой. Давайте попробуем. Либо шоколад, либо острое, острое мясо. Но это изи. Это шоколад, но он невкусный. Следующий вопрос. Для Дани. Для меня давай. Собственно, можно сказать для Дани, для Дани. Я угадаю. Давай. Неважно. Как называется вымышленный мексиканский город из приколок событий на Rainbow Six карантин? Его еще представили в оперейшн Химера. Москва. Не, он называется как-то не знаю. Пусть будет барабанус. Ну, я тебя понял. Я ставлю минус. И предлагаю тебе съесть конфету. Что там было? Ну, я предлагаю пробовать то, что мы не пробовали. Это либо зеленое, либо желтое. Так ты не пробовал вроде белое или какая там была? Какая часто выпадает. Ну, я сейчас просто к нему посмотрим, что есть. Но он желтый выбил. Это либо манго, либо сырой краб. Тут помянем, если сырой, конечно, крабовский будет. Говно, да? Это сырой краб. Что, вкусно? О-о-о-о. Я думаю, практически молоко такое же дерьмо, реально. Не, вот сырой краб, максимальное гамно. Причем того, что я ненавижу морепродукты, сырой краб прям отлично вообще идет. Я не понял. А почему у меня пять значков? А, я пропустил вопрос, нормально. Капсула какой страны привела к событиям Outbreak в Rainbow Six? Что? Это я знаю. Что? Капсула какой страны привела к событиям Outbreak в Rainbow Six? Ну, помнишь, там упал этот спутник типа с неба? Скутер подсказывает справа. В ручке. Зачем он поможает? Россия. Ну, вообще, ответ СССР. Ну? Ну, он не жил еще тогда. Да, не жил, да, не считай. Тогда еще не жил. Не жил, значит, не было. Крути барабанкулез. Опять, опять, кто-то ходит рядом и запах. Да. Ну, я еще кручу. Ну, это опять либо шоколад, либо острое мясо. Ты чувствуешь это? А? У нас не так много вкусов, поэтому придется повторно видеть. Надеюсь, это будет острое мясо, но шоколад мерзкий. Это опять этот мерзкий шоколад. До свидания. Для Дана. Это единственный оперативник, у которого есть костюм для выхода в открытый космос. Это Леон. Правильно. Вот что за клуба? Желтый. О, сейчас сырого краба поешь, вкусняшка. Или? Или Ванга. Ну, ты бы сразу краб почувствовал, он прям сразу идет. Да? Это крабстер. Мистер Крабстер. Как лейс с крабом, только раз в 200. Да, да, да. Как будто, знаете, я поймал такой чипсерный говен. Номер восемь. Какой войной вдохновлялись авторы элитного сета «Миры»? Давай. Это тебе. Это ему, да. Я же про Леона просто вещал. Да, восьмой для Джосика. Какой войной вдохновлялись авторы элитного сета «Миры»? У нее там какие-то шляпки, там, билеты. У нее вот эта вот, когда там просто… У нее вторая. Вторая. Может, вспомним, например, гражданство «Миры»? Я не помню. А, я понял. Ну, правильный ответ гражданской войной в Испании. Да, слез. В Испании? В Испании. Так она же француженка. А, я с ней играю. А, нет, какая француженка? Она испанка, конечно. А-а-а. Ибица, Ибица, конечно. Если бы в жестких окна на Ибице не прыгал. Шоколад либо острое мясо? Ну, я говорю, лучше острое мясо, потому что шоколад это вообще ужасно. Шоколад, но он мерзкий, да? Он отчет родителей. Когда родители дарят тебе на Новый год, короче. Дед Мороз за шоколаду. А он просто как-то заплесневел там. Да, да, да. Тот самый. Давай мне вопрос. Отлично. Из-за операции «Здоровье» Юбисофт отменила карту в одной из реально существующих стран. И все игровое сообщество этой страны умоляло все-таки добавить карту. О какой стране речь? Марокко. Марокко? Да. Это страна? Я не знаю, что это. А я думал, это город. Да? Это страна, наверное. Ну да. Я да ум. Правильный ответ. Польша. Я так и знал. Потому что там был оперативник, должен был выйти оперативник. Поляк и, по-моему, британец. И отменили эту фигню. Но пусть будет Марокко. Ну ты должен крутить и жирай. Ну это либо голубик или позывная паста. Надеюсь, это голубик. Ммм. Позывная паста вкусная. Это позывная паста. Следующий вопрос для джойстиков. Позывной. Какого оперативника служит общим названием для представителей элитных войск? Позывной. Позывной. Элитные войска. Это общее название для представителей элитных войск. Ну это очень сложно. В самом слове это не заложено. Ну это не заложено. Мне даже судьба просто говенешь. Что значит позывной? Типа, кассел? Ну это как, не знаю, как офицер. А это я даже не знаю. Я даже не буду отвечать. Я просто съем три конфетки. Самые говеные. Зеленую. Желтую. Белую. Давай. Какой ответ-то? Каид. Каид. Каид означает командир. Это титул для всех элитных бойцов Гигар. Ну ты знал, все же знают это. Давай. Ой, фу, там такое говно намешало. Фу. О, походу прикол в том, чтобы есть пачка. Какое дерьмо реально. Это молоко. Попал из, да, красотка? Какой оперативник? Ежесельская капусточка. Давай. Одиннадцатый вопрос для Дана. Какой оперативник Рейнбоу Сикс любит футбол больше всех? Ну ты дурак. Капитал, конечно. А уже капитал в этом новом моменте. Да, чеканит. Бери вишню вот эту или сиропку. Ему нравится, я смотрю. А во всех вот этих играх я смотрел на ютубе, там всегда челики сначала нормально играют, а потом тупо жрут их и водой запивают так. Нормально. У нас воды нет, потому что у нас в лед в основном. Двенадцатый вопрос. Джойстиком. На каком веб-сайте Тачанка предпочитает заказывать старинное оружие? Тарков. Ты мне скажи, почему? Тебе нормальные вопросы? А я не знаю. А у меня какое-то дерьмо каждый раз. Ну могу подсказать. Там два слова. Могу первое сказать. Какие сайты вообще? Какое оружие? Что на КамАЗ? Ты что в жизни оружие заказываешь? Или что откуда? И в игре какая-то пасхалка есть? Тачанка заказывает, наверное. Ну, подсказку жду. Экспресс первое слово. Экспресс доставка. Почта России. Ладно, второе слово это то, что мы, как Team Empire, обещаем фанатам завести в магазины уже долгое время. Мерч. Мерч? Да. Слышал про такое? Конечно. Каждый день. Каждый день. Одну конфету отдаем, Джессика ответил. Ну, я три. Джессика только три съел, я тоже три фигарю. Ну, смотрите, что там хватило. Самые ху**овые. Ну, крабика надо. Ты меняешь. Мы заматься за ничего. Ну, я уже зеленый и желтый. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Там ультра говно навешано. Нормально? Нормально. А мне такое ультра говно, мне попался все самое хреновое. Краб. А мне все нормально. Сначала знаешь, что раскрылось? Сначала раскрылось молочко, потом пошел крабик. Это как бы уже молоко плюс рыба какое-то дерьмо. И потом капусточка добила меня. Для Дана вопрос номер 13. 13 вопрос. Как называется банда, в которую внедрился бандит? Там земля пухан. Ну, это тоже такие пошли вопросики, так сказать, на конфетки. Там два слова или одно? Два. Такие дикие ангелы. Вот второе слово очень близко. То есть это оно и есть. Поставь его на первое место. Ангелы смерти. Ангелы ада назывались. Почти. Почти. Ангелы барабаны. Так, второй раз ты делал две, да? Но я беру зеленый и белый. Я беру просто еды. Все равно еды сегодня не будет. Можно покушать. Я гений. Мне все нормально падает. До свидания. Четырнадцатый вопрос до Джессика. Вспомните военного фотографа из Rainbow Six. У этого персонажа элитка связана с его профессией. Я Валька. Валькирия. Правильно. Красавец. Спасибо. Дай я по две. Давай. Я прохожу по три. Осталось восемь попал. Дай я по три. Ну три кита набрал. Да бери в ростовом, ладно. Три белого можно. Чтобы точно говно упало. Какое-то говно получилось. Ну это две нормальные и бюссельская капуста залетела так на огонек. Ну капусточка, это конечно для клоунов реально. Пятнадцатый вопрос для Дана. Этот кастер постоянно добавляет в свою речь русские реплики. Как его зовут? Эспертус? Нина смотри. Который постоянно меня на интервью. Вот я захожу на интервью и он что первым говорил? Привет. Привет, камрад. Ну это Милош. Правильно. Да слез, зачем я сам себя загубил-то? Почти в ровень идем. Почти в ровень. Нормально что? Нет, ну мы просто тащим. Реально. Только вкусные конфеты. Потом останутся это мерзкое говно и я буду у себя доедать сидеть. Шестнадцатый вопрос для Дана. Давай. Для Дана? Для Дана? Для Дана? Ну да, да. А, точно. Я только что отвечал. Забываем. Шестнадцатый вопрос для Джойстика. Этот универ подвергся газовой атаке террористов и стал двигателем для событий Сидж. Сможете помнить его назвать? Как? Университет Бартли. О, правильно. Тут ты знаешь. Это карта была. Да. Что-то БТЕ. Я тоже с кем. Вы не забываете, что в конце игры победитель получает приз. А какой, мы скажем в конце видео. Вы не знаете. Я даже не знаю. Да? Подожди, так это может быть... А, ну мы же не знаем. Мы не знаем. Тебя слышно было, что ты там сказал, я об этом послушаю. Не знаю. Он сказал ни хуя. Семнадцатый вопрос для Дана. Как зовут предшественника Гарри, босса всех оперативников? Как зовут предшественника Гарри? Гарри. Гарри его зовут. Нет, предшественника Гарри. Там два варианта ответа. Давай. Еще давай. Ну два варианта. Ну это один челик, просто два имени как бы есть. А, да? Ну да. Кстати, острая масса, реально острая. Ну не знаю, пусть будет Святослав. Близко, близко. Правильный ответ. Сикс или Орелия Арнот. А какой это очень сложный. Да слез. Что у тебя там? Я хороший. Прекрасно. Так, идем дальше. Этот игрок из СНГ с никнеймом знаменитого воина приостанавливал карьеру в R6, но затем вернулся в качестве аналитика. О ком речь? Великого воина? Та пусточка пошла. Давай еще раз. Чел учил они к нейм Великого воина, который раньше играл в R6, а теперь аналитик. Нет, по-моему. А, да? Это очевидно. То есть он приостановил карьеру в R6, а потом вернулся. Он на этом клиенте есть? Это русский чел. Русский? Русский чел, но ты ездил. Имя его. Ник у него такой русский. Старбой. Я тупой, не понимаю. Русский ник? Никнейм русский. Ник русское такое слово учиться. Ну написано транслитом, но слово русское. Медвед? Можно имя, фамилию сказать. Я не знаю. Можно ник? Владимир Владимирович. Хотя он тренер. Я сдаюсь. Антон Шевченко. Ник Викинг. Какой же это аналитик? Он был же аналитиком в ангарах. А кто у него был кочем? Никто. Так значит он был кочем, а не аналитиком. Ну и аналитиком. Он был тренером. Можно вот так вот взять. У нас еще 4 вопроса, оставьте. 19 вопрос для Данилу Донцову. Вспомните оперативника, у которого позывной является частью тела. Касл, потому что я делал про него ролик. Касл. У меня рук, типа рука. Ну это будет пусть. Давай подумаем реально. Давай подумаем. Ну его никнейм это реально часть тела человека. Ну смотри, head. Подожди, по-английски? По-английски, да? По-русски у меня написано. У меня написано русское слово. Смотри, пошли в атаке. Шакер, Митс, Ледж, Тетчер, Капитао, Блокбирд, Вальк, Йинга. Йинга это что означает? Да не важно. Точно ничего сделать. Амару. Я так понял, что вы сейчас начали вдвоем против ведущего просто играть. А нормально. А приступы получат? Я получаю приз так. Смотри. Надо вспомнить, это легкое. Я слышал много раз от этого оперативника название. То есть он активно играет? Может и не активно, но я его знаю. Я вот не играю, но знаю. У меня только пульс идет в голову. Но больше что это? Часть тела. Пульс. Часть тела. Смотри. Лег. Нет. Давай перебирай. Арм. Нет. Хэ. Как будет ступня, бро? Ступня. У меня написано русское слово. Оперативник называется так же. Без перевода. По-русски. 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 Русское слово только тачанкой. Ахахаха. Есть русское слово? Ну не знаю. Смотрите друг на друга и называйте слова. Глаз. Аааа. Понимаю. Парни. Легко. Да он не активно играет, потому что вот говно тебе. Куда нет или никто о нем даже не знает. Он тоже много. Но он есть. Столько? Только те, у кого есть страты. А что, заканчивается? А у нас три вопроса остается. Двадцатый вопрос для джойстика. Один из карманов этого оперативника снабжен иероглифом, который переводится так же, как позывной этого оперативника. Он же, кстати, указывает на происхождение персонажа. О ком речь? Ну, может быть, я знаю кто-то. Кто еще есть? Каеби, Биджил. Я знаю кто-то. Еще раз. Куда я знаю кто-то на кармане? Я знаю кто-то. Я Хибана хочу показывать. Как Хибана? Ну точно не подходит. Правильный ответ Фрост. Иероглиф тот же. Канадка с китайскими корнями Тина Лин Цанг. Дай боги здоровья. Так. Успокойся. Итак, каждому игроку остается по одному вопросу. Для Дана. В какой операции появились раскраски для оружия тонкий лед? Столь любимое сообщество. Блакайс. Это операция Блакайс. Я думаю, вопросы немножко неправильно распределены. Но вина не моя. Не составлял. Передаем привет человеку, который составлял. Привет тебе человека, который составлял. Мне кажется там все нечетные вопросы. Легкие. Все четные. Просто как это мясо. Да, да, да. У кого на кармане на коже иероглиф. Я просто за Фросту бегаю такой. Так вот с пушкой бегаю. О, что в кармане там? Иероглиф. Иероглиф. Ничего, переведу его в переводчике. Джойстик, последний вопрос. Который у нас есть для тебя. Как называлось специальное событие. В котором оперативники могли получить экипировку розового цвета. Ивент, где надо было играть на самолете. Помнишь этот ивент, где еще ББ розовая форма. Ушмака розовая форма. Да, да. Монтажника розового. Да, я помню. А я не помню, какой он назывался. Что-то там детские, что-то игрушки какие-то. Петушки. Ну на английском у меня вариант. Ну я думаю, если по-русски скажете, то тоже нормально. Бара. Знаете, есть мультик с поняшами. А, там. Да я играл в этот ивент 200 лет, но кто же запоминает название вентов? Я. Вот ты помнишь, как, допустим, ковбой вент назывался? Ковбой с ивентом. Понимаю. Как мультик с понями называется? Малитл Пони. Это на самом деле не название? Ну, то есть там двойное название. Оно называется. Дружба – это чудо. А ивент называется почти так же. Радуга – это чудо. Rainbow is magic. Здравия. Ммм. 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 Так не хавайте. Да, вот так. Да, вот так. Да, вот так. Да, вот так. Вот доставьте себе. Окей. Ну что, пока вы доедаете сладости, подведем итоги. Такой кайф во рту я не могу. Ну, начнем с жестик. Один, два, три, четыре, пять правильных ответов из десяти. Из одиннадцати. Из одиннадцати. Дан. Семь правильных ответов из одиннадцати. Неожиданно, да? Чтобы ты понимал, это мне еще в трех вопросах, наверное, которые вам подсказали. Не мой. Не мой. Не, помнишь? Про миру вопрос. Угу. Про... Про кого-то еще мне подсказали. И Даниила получает специальный приз про питание, которое... Не найдешь в Канаде так просто. Не порвите, показать надо, что это. Покажите в камеру, что получили-то. Не, подожди. Пачка Роллтона, привезенная заботливо из Москвы. Которая будет съедена в номере отеля. Ну, не забывайте сейчас. Давай двоих сидим? Давай. Потому что я очень хочу съедить. Мы на двоих сидим, блин. Потому что нас не кормят. Большое спасибо парню, что приняли участие в этой игре. Зрителям, надеюсь, очень понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на группу, на канал. Новый видос будет еще. Это не последний. Всем пока. Лицо. Рука. Бараб. Банус. Барбанус. Барбанус. Все, вырубаем. Души ее в свет. Души ее в свет. Души ее в свет. Продолжение следует...